Случилось это в дремучей лесной чаще, когда я вдруг увидел, что за мной со всех ног несется чудовищной величины волк. Машинально кинулся я ничком в сани, волк, не удостоив такую мелкоту, как я своим вниманием, с яростью вгрызся в лошадь. Но лишь только он успел забраться внутрь, как я со свойственной мне быстротой схватил кнут и принялся изо всей мочи хлестать по волчьей шкуре. Столь неожиданное нападение, да еще в то время, как он находился в таком футляре, не на шутку напугали волка. Он изо всех сил устремился вперед, труп лошади рухнул наземь и, подумать только, вместо нее в упряжке оказался волк. Я не переставал стягать его кнутом, и мы бешеным галопом, вопреки нашим общим ожиданиям и к немалому удивлению зрителей, в полном здравии и благополучии въехали в Санкт-Петербург. Он побывал на луне, вытащил себя за волосы из болота и обогнал самого быстрого человека в мире. Патологический врун и честнейший из выдумщиков, один из самых очаровательных персонажей литературы, барон Мюнхгаузен, книга и экранизации. Рудольф Эрих Распе «Образцовый офицер» Немецкий писатель издал сборник в Лондоне на английском языке, не указав авторство. Год спустя Готфрид Бюргер перевел и дополнил книгу. Она вышла под названием «Удивительное путешествие на суше и море, военные походы и веселые приключения барона Мюнхгаузена», о которых он обычно рассказывает за бутылкой в кругу друзей. Издание Бюргера стало каноничным. Оно имело грандиозный успех в Европе. Герой немедленно полюбился читателю. В дальнейшем авторы из разных стран дополняли образ великого в роля. На русский язык его приключения перевел Корней Иванович Чуковский. Имя барона стало нарицательным. В честь него названо «Симулятивное расстройство психики». Такую выдающуюся личность не могли обойти стороной киноделы. Его похождения визуализировали англичане, венгры, немцы, французы. Всего 10 фильмов и 4 мультфильма. Мы поговорим об этапных экранизациях РСП. Впервые Мюнхгаузен появляется в 1911 году в короткометражке Жоржа Мельеза «Галлюцинации барона». Новаторской 11-минутной буфонаде с трюками и драконами. «Наше кино станет одной из опор национальной революции», сказал на встрече с режиссерами искусствовед, горячий поклонник и покровитель кинематографа Йозеф Геббельс. Министр пропаганды Третьего Рейха добавил, что кино в Германии свободно, но ему предстоит привыкнуть к определенным нормам. Нормами стало очищение студий от неарийских работников, ввод жесточайшей цензуры, обязательное немецкое происхождение актеров и создание кинопалаты, в которую могли войти лишь люди, угодные диктатуре. В министерстве Геббельса был учрежден пост «Рейхафильм-драматурга», который мог запретить демонстрацию фильма вне зависимости от решения цензуры. И наоборот, официальным указом было запрещено критиковать фильмы, допущенные к прокату. Кинокритики, актеры, режиссеры, сценаристы массово покидали страну. Все немецкие студии были объединены в единую фирму «Уфофильм ГМБХ», на которой стали штамповать про гитлеровскую пропаганду. На свет появились такие фильмы, как «Штурмовик Бранд», «Еврей Зюс», «Юный гитлеровец Квекс» и еще десятки подделок, не имеющих ничего общего с искусством, даже в таком его воплощении, как «Триумф воли» Лени Рефеншталь, фильмом пускай пропагандистским, но сильным с точки зрения режиссуры. Режиссерам, не желающим плодить российский мусор, оставалось уйти в историческое кино. Снимая биографии Шиллера, Бисмарка или Парацельса, они с одной стороны прославляли Германию, а с другой не были привязаны к омерзительным реалиям страны. В 43-м, в разгар войны, нацистская киностудия «Уфа» сняла дорогостоящий фильм «Мюнхаузен», ставший третьей цветной лентой производства Германии. Этой постановкой «Уфа» отметила свое 25-летие. В распоряжении режиссера Йозефа фон Баки был неограниченный бюджет и в целом он выполнил свою задачу. Продемонстрировал достижения немецкого кинематографа и утер нос Голливуду. Шикарные декорации, легкий юмор, увлекательное действие, сочные цвета акфакалор и, самое главное, отсутствие даже намека на пропаганду спасли картину от забвения. Она и сегодня смотрится с большим удовольствием. Фон Баки протащил сценариста и писателя Эриха Кёснера, еврея, чьи расово неприемлемые книги Геббельс сжигал. В 1962-м к приключениям Мюнхгаузена обратились чехи. Экранизацию классика чешского кино Карла Зэмона можно считать самой оригинальной. В своей версии он сводит воедино сюжеты Роспе, Жуля Верна и Эмонда Растана. Зэмон применяет различные техники комбинированной съемки, искусно монтирует сцены, добавляет фильтры и анимацию. Кажущееся наивным в наше время, в начале 60-х, за 7 лет до реального полета на Луну, приемы Зэмона производили на зрителя впечатление. Здесь он наиболее успешно наследует Жоржу Мельезу. Какой такой павлин-мавлин? В 1937 году мультипликатор Натан Лернер подарил нам анимационный сериал «Приключения Мюнхгаузена. Северный полюс, кишащие пиратами моря, дворец Джина, Африка. Куда только не занесет героя его неуемная фантазия, остроумные шутки для детей и взрослых и знакомая с детства прорисовка. Клянусь своей треуголкой, Мюнхгаузен по праву входит в золотой фонд советской мультипликации. Умное лицо – это еще не признак ума, господа. В 1979 году фильм «Тот самый Мюнхгаузен» снимался в ГДР на родине знаменитого барона. Были приглашены такие блистательные актеры, как Инна Чурикова, Леонид Ермольник, Игорь Кваша, Елена Коренева, Леонид Броневой, Семен Фарадан, Олег Янковский, чья игра затмевает предшественников. Марк Захаров с трудом убедил худсовет Мосфильма утвердить актера на главную роль. Там полагали, что Янковский не справится с комедийной ролью. Горенский Мюнхгаузен – романтичный и тонкий. Ему не нужна пушка, чтобы взлететь. По веревочной лестнице он поднимается прямо в небо. Разлетевшаяся на пословице и поговорке. Теплая и интеллигентная фантазия не перестает радовать зрителя. Лучший фильм Марка Захарова. В 88-м за книгу Распе берется британский режиссер, участник легендарной комедийной группы Монти Пайтон Терри Гиллиам. Мастер сюрреалистического юмора вернулся после трехлетнего перерыва. Предыдущей его работой была принесшая ему славу Бразилия. Сюжет Распе как нельзя лучше подходит стилю Гиллиама. Первоначальный бюджет постановки вырос вдвое за время съемок – до 46 миллионов долларов. Львиная доля была потрачена на костюмы и роскошные декорации. Были приглашены такие известные актеры, как Джон Невилл, Оливер Рид, Ума Турман, Эрик Айдл, Робин Уильямс и Стинг. Но не ждите простенькой голливудской сказки. Сложность и метафоричность фильма поначалу могут сбить с толку. Здесь, как и в большинстве работ Гиллиама, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Желающие отдохнуть под красивый мюзикл, зрители оказывались в изощренном мире, где со всех сторон на них сыпались цитаты и отсылки. Возможно, неподготовленностью публики объясняется абсолютно несправедливый провал картины в прокате. Взяв за основу идею Роспе, Гиллиам нанизал на ее каркас столько вкусных деталей и сюжетных ответвлений, что порой хочется прерваться, чтобы осмыслить увиденное. Визуальное мастерство не оставило равнодушным киноакадемиков. Приключения номинировались на Оскар в категориях «Лучший грим», «Лучшие костюмы», «Лучшие декорации» и «Лучшие спецэффекты». Прекрасная актерская игра, монти-пайтоновский юмор, уместные абсурды красочность делают фильм Гиллиама обязательным к просмотру. Отличайте веселый и безвредный вымысел от лжи и смотрите хорошее кино. Благо у нашей сегодняшней книги в избытке отличных экранизаций.